Привет! Моя цель – достичь 100 тысяч подписчиков до нового года. Подпишись на канал, если тебе нравятся истории и озвучка, ведь именно твоя подписка поможет достичь этого результата. Ну а теперь к истории. История о том, как я принял участие в эксперименте ученого-доктора, который уверял меня, что раскроет воспоминания из моих прошлых жизней. Я сидел в тусклоосвещенной комнате, в кресле, которое можно увидеть в кабинете стоматолога. Врач застегнул ремни, чтобы я не мог пошевелиться, и дал последние наставления. Джек, очень важно держать глаза закрытыми, когда начнется эксперимент. А пристегивать меня ремнями обязательно? Врач сурово посмотрел на меня. Ты подписал отказ от ответственности, Джек, и знаешь, что это для твоей же безопасности. Как только ты начнешь погружаться в воспоминания, может произойти все, что угодно. Если ты хочешь получить деньги, то должен придерживаться всех требований. Я попытался кивнуть в знак согласия, но кожаный ремень на голове не дал этого сделать. Хорошо, я готов. Должен признаться, я немного волновался. Объявление показалось мне вполне безобидным, так что я быстро заполнил анкету и подал заявку. Они обещали заплатить две с половиной тысячи долларов за регрессионные исследования прошлой жизни, и еще столько же, если воспоминания окажутся хоть сколько-нибудь интересными. Это показалось мне невероятной возможностью вспомнить что-то из своих предыдущих жизней. Но оказавшись в этом кабинете, я уже не чувствовал той же уверенности. Врач, наверное, заметил, что я волнуюсь, поэтому осторожно положил руку мне на плечо. Расслабься, Джек. Уверяю, это окажется удивительным опытом. Если все сработает. О, Джек, все сработает. Для участия в исследовании подали заявки тысячи кандидатов. Но, судя по ответам на опрос, ты один из немногих людей, прекрасно подходишь для этого исследования. Сильный ум, ключ успеха. Он сказал это, будто его слова могли меня утешить. Но у меня в голове крутились сотни причин, из-за чего все могло пойти не так. Пять тысяч долларов – неплохой заработок за день, но я не смогу их потратить, если впаду в кому. Вернее, они все уйдут на оплату медицинских счетов. Итак, Джек, не шевелись. Врач вышел из комнаты и зашел в соседнюю, которая отделяла от меня большое окно и откуда мог следить за мной. «Джек, мы приступаем», – донес из динамика, расположенного на потолке, его голос. Сверху спустились два кабеля и уткнулись мне в нос. «Эти провода пройдут через носовую полость, чтобы мы могли получить доступ к определенным участкам твоего мозга. После этого последует серия небольших электрических ударов. Напомню, это не вызовет никаких долговременных последствий, но каждый из них будет ощущаться довольно сильно. С каждым его словом мое беспокойство возрастало все сильнее. Я не представлял, как мое тело отреагирует на подобное вмешательство. «Подождите», – воскликнул я, когда провода начали пробираться по носовым пазухам. «Что-то не так?» «Скажите, какое у меня стоп-слово?» «Стоп-слово?» – смущенно переспросил врач. «Ну, знаете, слово, которое нужно произнести, чтобы вы остановились». На мгновение воцарилась тишина. «Мне очень жаль, Джек, но нет никаких стоп-слов. Вы подписали документы, и мы не можем остановить испытания прямо сейчас. Обещаю, что вы переживете эту процедуру в целости и сохранности». Сердце заколотилось в груди так сильно, что я его прекрасно слышал. Но в сочетании с списком медицинского оборудования, оно звучало как тревожная симфония, отражающая ужас и сожаление, охватившие меня. Идеальный фоновый шум, не дающий утихнуть страху. И тут я почувствовал острую боль. Кабели добрались до основания моего черепа. Я тут же начал ерзать, несмотря на кожаные ремни. «Готов?» «Начали!» Мне не дали и секунды, чтобы перевести дух перед первым ударом. Если вас когда-нибудь било током, то вы вполне можете представить, что я почувствовал. Разница лишь в том, что сейчас ток сфокусировался в одном месте и увеличивался с каждой секундой, вызывая такую сильную боль, которая не стихала даже после снижения тока. «Еще раз!» Второй удар оказался еще хуже. Я закричал от боли, но врач даже не дрогнул. «Еще раз!» Удары обрушивались один за другим, и каждый ощущался больнее предыдущего. Если бы я знал, что это будет происходить так, то никогда бы и ни за какие деньги не подписался на это исследование. «Еще раз!» Врач не унимался, даже когда я стал умолять его остановиться. Удары продолжались и продолжались, но после 12-го я сбился со счета. Через какое-то время эта пытка все же закончилась. Правда, это не имело никакого отношения к моим мольбам или мукам совести врача. «Показания просто поразительны. Твоя мозговая активность зашкаливает, Джек. Вот оно! Мы пробудили твое подсознание, и скоро ты в него полностью погрузишься». Будто в Торе его словам по телу прошла волна энергии, а потом еще одна и еще. Это было настолько сильное ощущение, что не передать словами, но при этом оно успокаивало. И это несказанно радовало, особенно после ударов током по мозгу, которые я только что пережил. «Знаете, я, кажется...» Еще одна волна энергии, более мощная, чем предыдущие, прорвалась и пригвоздила меня к месту даже сильнее, чем кожаные ремни. Я не мог ни шевельнуться, ни сказать хоть слово, а через мгновение почувствовал, как глаза остекленели, и меня поглотила темнота. «Джек, ты меня слышишь?» Я слышал голос врача, но не видел его. Меня окружала лишь кромешная темнота. «Джек, если ты меня слышишь, ты должен попытаться открыть глаза». Я послушно выполнил его просьбу, и, к моему удивлению, зрение вернулось. Правда, я оказался в длинном узком коридоре со множеством дверей по обе стороны. «Доктор, что происходит?» «Говори громче, Джек, ты едва шепчешь». «Я спрашиваю, что происходит?» «Так-то лучше». «Что ж, мы сделали это. Ты находишься в собственном подсознании». Но у меня эти слова вызвали сомнение. «В подсознании?» «Правда?» «Да, Джек, так и есть. Твоё тело всё ещё привязано к креслу, но с помощью электрошоковой терапии нам удалось разблокировать эту часть твоего сознания. И теперь мы можем получить доступ к скрытым воспоминаниям из твоих прошлых жизней. Скажи, что ты видишь?» «Коридор со множеством дверей». «Хорошо, очень хорошо. Подсознание отражается для всех по-разному. У кого-то это большой дом, кто-то видит океан с множеством портов и маяков. Но твой вариант более удобный. Если ты откроешь одну из дверей, то, скорее всего, увидишь воспоминания из прошлых жизней». Я посмотрел вниз и увидел своё тело и ноги. Может, это не моё настоящее тело, но зато оно позволяло передвигаться. «То есть, мне нужно просто открыть дверь? Мне нужно о чём-то беспокоиться?» «Нет, Джек, здесь тебе ничего не угрожает. Как только ты откроешь дверь, то твоя память должна начать воспроизводить воспоминания. Как в кино. Никто не узнает, что ты там находишься. Это всего лишь твоя проекция». «Хорошо, пока здесь ничего не происходит». Я подошёл к ближайшей двери и дёрнул за ручку, но она не поддалась. «Дверь заперта, я не могу войти». «Это твои воспоминания, Джек, и твоя дверь. Единственный, кто их запирает, это ты. И стоит тебе пожелать, как они откроются. Попробуй открыть её ещё раз, но при этом не сдавайся, пока она не поддастся. Открой свой разум для происходящего. Позволь погрузиться в воспоминания». Я сделал глубокий вдох и попробовал снова. На этот раз действительно желаю узнать, что находится за дверью. Отбросив все сомнения, я повернул ручку, и она поддалась. Мне удалось открыть дверь. «Сработало, док! Дверь открылась!» «Замечательно, Джек! Что ты видишь?» Передо мной оказались ступени, ведущие вниз. «Обычную лестницу. Мне спуститься?» «Да, выясни, куда она ведёт!» Пытаясь отогнать свои тревоги, я начал спускаться вниз. Было интересно заполучить доступ к своему подсознанию, но я даже не представлял, что могу там найти. Что, если мне не понравится то, что я увижу, или то, кем был в прошлой жизни? Что, если я не смогу смириться с тем, что обнаружу? Но вот я преодолел последнюю ступеньку и оказался в каком-то доме. В симпатичной причудливой хижине, по обстановке напоминающей конец девятнадцатого начала двадцатого века. В ней находились красивый камин, выложенный из камней, элегантная мебель и пожилой джентльмен, который сидел в кресле с трубкой в одной руке и с книгой в другой. Я предположил, что вижу себя в прошлой жизни. Эй, док, я в хижине. Скорее всего, это девятнадцатый век. У камина сидит человек и читает книгу. Это я? Но врач мне не ответил. Док. Тот вновь не отозвался, зато ответил кое-кто другой. Он тебя не слышит. Я повернулся на голос и увидел, что старик смотрит прямо на меня. Неужели говорил он? Врач сказал, что меня никто не может видеть. Он не может услышать тебя отсюда. Это действительно сказал старик. Сердце пропустило удар, когда он положил книгу и поднялся на ноги под моим удивленным взглядом. Это мои воспоминания. Так почему ты меня видишь? Все очень просто. Я – это ты. Или, по крайней мере, часть тебя. Увидев непонимание на моем лице, он продолжил. Эволюция – забавная штука. Некоторые качества передаются из поколения в поколение, чтобы сделать нас лучше и оградить от опасностей. Не зря говорят, что выживает сильнейший. К чему ты клонишь? Спросил я, все еще не понимая его. Реинкарнация существует. Так что я – та часть твоего мозга, которая создана, чтобы блокировать предыдущие жизни. Без меня твой разум при рождении оказался бы перегружен воспоминаниями обо всем, что происходило раньше. Они нахлынули бы разом вместе с сопровождающими их эмоциями. Так что я – защита от этого. Его слова казались невероятными. Еще несколько минут назад я и не верил, что процедура сработает, а теперь узнавал тайны Вселенной от своего собственного разума. И это с трудом укладывалось в голове. Можно присесть? Спросил я. Конечно, Джек. Располагайся. Я опустился в кресло и несколько мгновений собирался с мыслями, прежде чем спросить. А почему врач меня не слышит? Я воспользовался этим воспоминанием, чтобы поговорить с тобой. Так как я управляю частью твоего мозга, то могу получить доступ и к другим функциям. Поэтому временно отключил речь и слух физического тела. Но почему? Почему тебе понадобилось поговорить со мной наедине? Он склонился ближе ко мне и схватил за плечи, чтобы заглянуть мне в глаза. Джек, ты лезешь туда, куда не следует, и я обязан предупредить тебя. Немедленно прекрати то, что ты сейчас делаешь. Он ослабил хватку и отступил на шаг. Ты имеешь в виду перестать вспоминать? Почему? Что может случиться? Спросил я. Ничего ужасного. Я все еще контролирую воспоминания о прошлых жизнях. И короткое путешествие по подсознанию, открывающее одно воспоминание за другим, не вызовет серьезных последствий. Но я этого не допущу. Не допустишь? Но почему? Если эксперимент доктора окажется удачным, то его примеру последуют другие. Представь, сколько людей подвергнется подобному испытанию и переживет свое прошлое. И через какое-то время это повлияет на эволюцию. А на свет начнут появляться люди, не обладающие частью разума, за которую я отвечаю, и все воспоминания останутся нетронутыми. Так что они погибнут или впадут в кому, как только появятся из утробы матери. Он вныв шагнул ко мне и сжал мои плечи. Если ты не остановишься, то я отомщу тебе. Я заберу все воспоминания одно за другим, пока у тебя не останется ничего, и ты проведешь как овощ всю оставшуюся жизнь. Я оттолкнул его, недовольный его тоном. О чем ты? Ведь мы одно целое. И ты тогда тоже умрешь. Он усмехнулся. Я часть эволюции, как и все твои унаследованные качества. Так что мной движет долг перед всем человечеством в целом, а уж потом инстинкт самосохранения. Я сделаю то, что должен, и не важно, какую цену придется заплатить. Меня не пугали эти угрозы, но я не собирался нарушать естественный порядок вещей. По правде говоря, мне изначально не хотелось залезать в собственное подсознание. Чем скорее я выберусь отсюда, тем лучше. Хорошо, я остановлюсь. Отлично. Мужчина снова сел в кресло, и окружающая обстановка вновь вернулась в прежнее состояние. Я же поднялся обратно по лестнице и, очутившись в коридоре, закрыл за собой дверь. Джек, ты здесь? Что происходит? Вновь раздался голос доктора с нотками разочарования. А значит, мы вновь могли разговаривать. Так я и знал, что этим все закончится. Тяжело вздохнув, продолжил он. О чем вы, док? Вы знали об этом? Он вновь вздохнул, а затем ответил. Подобное происходило со всеми предыдущими испытуемыми. Это безотказная защита, которую наши тела выстроили против воспоминания о прошлых жизнях. Предыдущие испытуемые? До меня были и другие? Да, и все испытания заканчивались одинаково. По завершению тестов они впадали в кому, а один парень и вовсе умер. В кому? Кто-то умер? Вы говорили, что это безвредное испытание. Ты должен сосредоточиться. Мы можем спорить об этом до скончания веков, но нужно сосредоточиться на испытании. Давай, откроем следующую дверь. Хорошо? От этих слов у меня вскипела кровь. Другую дверь? Еще одну? Вы серьезно? Выпустите меня отсюда. У меня нет ни малейшего желания становиться еще одним неудачным испытуемым. Ты подписал документы, Джек, и я не стану будить тебя, пока мы не закончим с этим. Мне нужно больше информации. На кону стоит моя карьера. Давай договоримся. Ты откроешь еще две двери, и я тебя вытащу. Да плевать мне на вашу карьеру. Я отказываюсь продолжать. И рано или поздно очнусь сам. Доктор усмехнулся. Нет, ты не сможешь проснуться, Джек. Ты погрузился в самые недра своего разума. Единственное, что может вернуть тебя, еще один удар электрическим током определенной мощности. Так что если ты не продолжишь, то вскоре впадешь в кому. Но я ведь могу разговаривать, верно? Ведь как-то же я общаюсь с вами. Я буду болтать и болтать, пока... Я могу отключить твои речевые функции одним щелчком, перебил меня доктор. И ты не сможешь больше разговаривать. Это вызвало волну гнева. Вы просто больной. Настоящий безумец. Мне жаль, Джек, но... Я должен это сделать. Во благо всего человечества. Это исследование способно изменить мир. Я нахожусь на пороге великого открытия. Чего-то, что изменит наши жизни. Я наградил его несколькими отборными ругательствами, но они не вызвали никакой реакции. Просто сделай то, о чем я прошу, Джек. И даже не вздумай лгать. Я отслеживаю твои мозговые волны и сразу распознаю обман. Я опустился на пол в коридоре своего подсознания, обдумывая все возможные варианты. Но вскоре понял, что на самом деле он у меня лишь один. И мне придется продолжить. Необходимо открыть всего две двери. Может, мне удастся войти в них, не привлекая внимания старика, и покончить со всем этим кошмаром. Хорошо, док, я сделаю это. Отлично. Открой другую дверь. Но из тех, что дальше по коридору. Мне интересны более глубинные воспоминания. Я неохотно подчинился ему и, пройдя несколько метров, открыл следующую дверь. За ней находилась еще одна лестница, но она вела вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин